Слово предоставляется Юркову Кириллу Валерьевичу. Дорогие товарищи, мой доклад называется «Место и роль в СНК в системе советской власти переходного периода». С теоретической точки зрения все мы знаем, что после социалистической революции рабочий класс получает политическую власть, то есть устанавливает свое политическое господство, то есть диктатуру проэтариата. Далее идет, опять же, следуя теории, идет известный период становления социализма, переходный период от капитализма к социализму, характеризующийся тем, что в экономике происходит борьба различных укладов, в результате которой подразумевается, что коммунистический, социалистический уклад побеждает все остальные уклады и на деле наступает наличное бытие социализма. Но вот это все хорошо в теории, а возникает вопрос. Собственно говоря, после Великой Октябрьской социалистической революции, после взятия власти рабочим классом, на следующий день производство и экономическое состояние общества никаким образом не изменились. Они как были капиталистическими, так и остались. Более того, они как были империалистическими, так и остались империалистическими. То есть по-прежнему вся экономическая жизнь всех предприятий пронизана империалистическими связями с финансовым капиталом, с крупными монополиями и так далее. Так вот, какие же практические действия предпринимали большевики и советская власть для того, чтобы на деле произвести национализацию предприятий, бороться с саботажем буржуазии и крупных капиталистов, бороться со всей той массой протеста к крупной буржуазии против советской власти. Уже на второй день после социалистической революции Ленин пишет проект «Положение о рабочем контроле». Причем в партийной литературе можно найти отпечаток борьбы за финальный проект этого постановления. И можно увидеть, как Ленин отстаивает необходимость всячески развертывать инициативу рабочих в повсеместном введении рабочего контроля, несмотря на предложение, внесенное на детальном обсуждении проекта, введение рабочего контроля не на всех предприятиях, а только на крупных предприятиях. Ленин выступает, твердо выступает за то, что рабочий контроль должен быть введен практически на всех предприятиях. Фактически органы управления рабочим контролем повторяют систему советов и являются по существу органами экономического управления советской власти. Вот согласно положению о рабочем контроле, для каждого крупного города, губернии или промышленного района создается местный совет рабочего контроля, который, будучи органом совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, составляет из представителей профессиональных союзов, заводских, фабричных и иных комитетов и рабочих кооперативов. Вот уже тут мы видим, как прослеживается непосредственная связь экономического управления с массой трудящихся, участвующих в коллективной борьбе на заводах и фабриках. Ленин указывает в докладе об экономическом положении рабочих Петрограда, что нужно бороться с предрассудком, что управлять государством может только буржуазия. Управление государством должен взять на себя пролетариат. И далее пишет следующее. Советы должны превратиться в органы, регулирующие все производство России. Но чтобы они не превратились в штабы без войска, необходима работа в низах. Рабочая масса должна взяться за организацию контроля и производства в широком государственном масштабе. Не в организации лиц, а в организации всей трудящейся массы лежит залог успеха. И если мы этого достигнем, наладим хозяйственную жизнь, то само собой отметется все противодействующее нам. Но вот именно рабочий контроль, который был непосредственно связан с советами, в период усыновления социализма являлся экономическим органом организации всей трудящейся массы. Надо необходимо отметить тот факт, что роль рабочего контроля на предприятиях проследовывается еще в действиях ФАБЗОВКОМов до октября 2017 года. После октября 2017 года роль рабочего контроля значительная. Можно привести вот такой пример деятельности контрольной комиссии, комиссия рабочего контроля текстильной фабрики Бельгийского акционерного общества Гратри, Жерар и Михиной, Костромской губернии, которая создана в начале декабря 1917 года. Комиссия начала свою работу с учета топлива, сырья, фабрикатов и полуфабрикатов. Под давлением комиссии администрация приняла меры для продолжения работы фабрики, то есть рабочий контроль непосредственно влияет на жизнь и работу фабрики. Когда же администрация фабрики оказывалась не в состоянии дать сырье, сама местная контрольная комиссия бралась за это дело и при ее помощи путем делегации своих представителей в Москву дважды удавалось достать сырье и пускать в ход уже приостанавливающейся предприятия. Таким же был ход работы в контрольных комиссиях на других фабриках Костромской губы. Но вот это является типичным примером действия рабочего контроля. Однако органы рабочего контроля, действуя в масштабах города или даже отрасли, не могли объединить свои силы в масштабах всей страны. Даже на одном предприятии органам рабочего контроля зачастую не удавалось успешно бороться с саботажем буржуазии, так как этот саботаж мог быть опосредован монополистическими связями финансового капитала. Вот как я уже говорил, и перлистические связи монополий, банковский капитал, эти связи буржуазии, они слишком обширны, чтобы рабочий контроль, который действует на отдельном предприятии, мог эффективно бороться с этими связями и с саботажем капитала в масштабах всей страны. Также рабочий контроль был подвержен хаотичности, местничеству, тенденциям к синдикализму и синдепаратизму. Поэтому для централизованного управления экономикой Советской Республики на основе рабочего контроля, декретом от 2-го, 15-го декабря 2017-го года, создается Высший Совет Народного Хозяйства, ВСНХ. Отмечая все трудности по участию масс в экономической деятельности страны, Ленин указывает, Вводя рабочий контроль, мы знали, что пройдет немало времени, пока он распространится на всю Россию. Но мы хотели показать, что признаем только один путь – преобразование снизу, чтобы рабочие сами выработали снизу новые основы экономических условий. На эту выработку потребуется немало времени. От рабочего контроля мы шли к созданию Высшего Совета Народного Хозяйства. В пункте 10-м декрета об учреждении Высшего Совета Народного Хозяйства прямо указывается, что Высший Совет Народного Хозяйства объединяет и направляет работу местных экономических отделов, советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, включающих в себя местные органы рабочего контроля, а также местных комиссаров труда, торговли и промышленности, продовольства и прочих. Таким образом, можно сказать, что ВСНХ являлся центральным органом советской власти по планированию, регулированию и организации всех отраслей народного хозяйства, органом, связанным с массами на предприятиях через систему Советов, органом, осуществляющим экономический момент в диктатуре пролетариата. На основании того же декрета о ВСНХ, ВСНХ наделялся широкими полномочиями. В частности, ему предоставлялись права конфискации, реквизиции, секвестра, принудительного синдицирования различных отраслей промышленности и торговли. В работе ВСНХ Ленин принимал значительное участие, скажем, на первом всероссийском стиле Советов Народного Хозяйства. Под давлением Ленина было выработано положение об управлении национализированными предприятиями, согласно которому на национализированных предприятиях создавались фабричкино-заводские управления, две трети которых назначались областным советом народного хозяйства или высшим советом народного хозяйства, если предприятие непосредственно подчинено центральному управлению. Причем Совет Народного Хозяйства имел право предоставить областному профессиональному объединению выдвигать половину кандидатов, а одна треть, вот что здесь очень важно, членов управления, избиралась профессионально организованными рабочими предприятиями. Фабрично-заводское управление должно было включать в свой состав одну треть специалистов и числа технических и коммерческих служащих. В начале своей деятельности ВСНХ обеспечивал борьбу в государственном масштабе с саботажем на капиталистических предприятиях, с попытками буржуазии растащить, остановить, продать производство по частям с контролируционными планами разрушения и уничтожения производительных сил. Вместе с тем рабочий контроль и ВСНХ явились первоначальной формой организации социалистического производства. В дальнейшем в развитии происходит процесс коренной реорганизации, подчинения аппарата учета и распределения империалистических монополий интересом диктатуры пролетариата. И ВСНХ является и играет ключевую роль в процессе национализации крупной промышленности. Если мы посмотрим на состав различных органов системы ВСНХ, то мы увидим, что удельный вес рабочих по данному анкетного обследования 1919 года составлял среди административных работников ВСНХ 22%, в составе президиума ВСНХ 34,7%, в президиуме ГСНХ и УСНХ 41,5%, в заводоправлениях предприятий металлической промышленности 64%. В работе еще раз о профсоюзах Ленин приводит следующую статистику, ссылаясь на отчет ВСНХ 8-го Всероссийскому Съезду Советов. Общее число рабочих в управляющем аппарате в президиуме ВСНХ и ГУПСов-Нархозов 57,2%, в коллегиях главных управлений отделов, центров и главков 51,4%, в коллегиальных и единоличных фабрично-заводских управлениях 63,5%, и того, общее число рабочих в управляющем аппарате 61,6%. Эти данные однозначно указывают на непосредственное участие рабочего класса в деле организации всей экономикой Советской Республики. Вообще создание и структура ВСНХ сыграли решающую роль в организации социалистического производства, в снабжении Красной Армии и трудового населения, в победе над интервентами и белогвардейцами, в заложении прочного экономического фундамента в СССР. Однако, если говорить о развитии ВСНХ к 30-м годам, а именно в 32-м году, я заканчиваю, в связи с различными причинами, изначально заложенная Лениным связь центрального экономического аппарата государства с стреляющимися массами через рабочий контроль, фабзавкомы, профсоюзы, начинает теряться. И в 1932 году ВСНХ был преобразован в отраслевые народные комиссариаты, и эти комиссариаты уже не имели такой прочной связи с рабочими и трудящимися массами на местах. Но если подводить итог этому вопросу, то что с трудящимся делать сегодня, и какие выводы нужно делать с трудящимся из-за вот этих действий, их великих предшественников в начале 20-го века? В действительности, после социалистической революции, которая необходимо произойдет в будущем, также станет вопрос о национализации предприятий. И единственным возможным путем к национализации этих предприятий будет именно создание тех же органов рабочего контроля, которые были созданы после Великой Октябрьской социалистической революции. Для того, чтобы создать такие органы на предприятиях, рабочим необходимо сегодня начинать вести борьбу на предприятиях за улучшение условий их труда. за заключение коллективных договоров. То есть проходить ту школу коммунизма, которую учил Владимир Ильич Ленин. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok